Два головы с самым главной звездой. Поехали. Комментаторского кресла. Кто? Василий Конов, конечно. Спасибо, Александр. Да, но я вообще не про себя говорил, но всегда приятно такие вещи слышать. А мы снова переключаемся, сразу точнее, переключаемся на события в ринге. И у нас бой в среднем весе между Азаматом, Ассасином, против Михаила Силова, Долгополова. Это реванш, да. А у них бой был по кулачке? По кулачке, да, по кулачке. Это было в далеком 20-м году. Сегодня уже 23-й на дворе вовсю идет. И тогда Долгополов победил. Ну, действительно, бой был очень крутой. Мне кажется, как раз-таки на этом поединке пошла карьера обоих спортсменов. Не видел я бой по кулачке, но в печатах у них бой Силовой ведет, мне кажется, уже неплохо. Ну, как минимум, Силовой сказал, что у него сейчас перезагрузка его карьеры. Что он взялся, перестал, как он сказал, кайфовать. И взялся за дело и начал тренироваться. Режимить начал? Да, ну, по крайней мере, по его словам, именно так. И даже могу сказать его, что называется именно подтверждение его карьеры. Мы последний раз были вместе ездили на одно мероприятие. И там он настолько контролировал. Там был чай, вкусняшки какие-то. Да, то есть он четко контролировал этот момент, чтобы не подобиться приедания. Короче, головой начал, думаю. Да, да, да. Ну, это же прекрасно, да. Ну, посмотрим, как это в ринге будет отражаться. Боксеры в разных стойках. Бокша в левша. Кстати, игре очень часто у нас это попадается. Да, здесь сегодня есть стояние. Ну, такой, сейчас пока больше игра ног. То есть они кто кого передвигается, кто кого догонит, что называется, именно на ногах больше. Но Михаил уже пару раз удавал зайти за ногу сопернику провести. И сейчас у них антропометрия плюс-минус одинаковая. И они работают именно с дальней дистанцией. Да, обоих руки опущенные тоже, да? Ну, я бы не сказал, что у Сивы они опущены. Именно, да, у Ассасина, да, как бы они опущены. Ниже подбородка стоят обоих ручках, поэтому... И пока это даже близко не чревато для одного из них. Опускают и опускают. Вот мы слышим из угла Михаила, слышим его секундочку. Игорь Хильченко, который постоянно сопровождает своих бойцов в бою. То есть он четко контролирует ход действия и направляет своих боксеров к верным действиям. Пока все равно, пока складывается впечатление, что именно бой по правилам бокса среди кулачных. Вот такое ощущение. Да, я с тобой полностью согласен, да, потому что для них это чувствуется, что дистанция чуть не та. Перчатки чуть не те, да? Да, и их наличие, да? Именно, да. Именно нету, да, таких технических действий, как именно у боксеров, которые мы могли видеть. Присутствует суета в детстве такая. Куда сложнее перестраиваться в бокс с кулачки или с кулачки в бокс? Смотря какой бой, кулач и какой бой по боксу. Кто соперник, ты имеешь в виду от соперника, да? В боксе много тонкостей, да, в кулачке. Один удар может исход боя поменять. Ты чуть-чуть много даешь ему работать. Он бросается, когда на тебя начинает атаку. Ты на смещении встречай его жестко. Ты давишь, давишь, он бросается, ты суету ловишь. Ты дави, дави, он бросается, ты смещение и перехватывай его прям плотненько. Ты же не знай, почему за силу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, так-то у меня не было пока таких моментов кулачки. Ты вообще-то пропускал, нет, по кулачкам. Таких, да, не о штимах ударов не было. Поэтому, по кулачке чуть больше такой психологический настрой. Настроиться надо. То есть, когда ты боксируешь, чувствуешь себя больше безопасности, да? Ты же понимаешь, что, ну, там, да, более-менее уже перчатки уже есть. Ты уже контролируешь, да, каждый момент. Поэтому кулачки. Ну, вот сейчас, если возвращаясь к нам в бой, мне кажется, все-таки плюс-минус больше к боксу, наверное, выглядит больше Михаил. Да, я тоже заметил. После последнего боя, да, он в плане бокса, мне кажется, набрал. Ну, он на ногах двигается, смотрите. Да, да, ноги включил. И дышится, а главное дышит. Ручки держит хорошо. Потому что в бою он просто там уже во втором раунде, прям, искал этот кислород просто где-то, знаете. Задышал, да, как рыба. Сейчас, то есть, мы видим четко, он готов работать, ровное дыхание. Не, в исполнении Михаила, мне вот нравится движение на ногах. То есть, он провел атаку на ножках, хоп, отошел. Ой, на отшаге прям хорошо, право на право, да. Их, молодец, хорошо, что не летит, добивает, то есть, да. Удар-то Азамат почувствовал. Ну, сейчас по корпусу хорошо, Михаил. Хорошо, в контрил, да. А всегда работа на ногах, она всегда превосходила соперников. Кто больше работает на ногах, кто превосходил. Он заставляет его промахиваться, выдергивает, и соперник тратит силы, да. Удары по воздуху. Вот он один раз дернул, уже все, Азамат уже закрылся. Да, да, да. Азамат заставился. Да, 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 да. То, что искали. Вот, пожалуй, дергал зашел. Да, 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 та вот работа на ногах, о которой ты говорил. Действительно, это прям четко. Все, вы молодец. Нет, ну, здоровье Азамату. И, конечно, он реально не ожидал этого удара, и тут все сразу потушили. Действительно, правильно сказал Сослана, что хорошая работа на ногах, она действительно привела к тому, что, во-первых, чуть подсел, именно функционально Азамат. И в итоге он его раздергал, он начал промахиваться, и вот он сработал, он уже просто не среагировал на это. Выдернул. Нет, он элементарно на ногах создал ему напряжение. Уже дернул, он там где-то открылся, где-то закрылся, и в моменте открылся и поймал момент. Четко, очень интересно. И все зашло куда надо. И все зашло куда надо. И все зашло куда надо. На середину. Уважаемая публика, рефери поединка Сергей Летунов останавливает поединок. Время остановки 2 минуты 1 секунда второго раунда. Нокаутом победу одержал Михаил Долгопола. Можно ли сказать, что только что произошло то самое возвращение Сивова, которое мы так долго ждали? Это был нокаут. Второй раунд. На это ли ты рассчитал? Вопросов на самом деле, Миша, у меня много. По-моему, пора взять микрофон. На самом деле, когда на бой выходишь, ты не можешь рассчитывать ни на что. Тема и прекрасен бокс, что ты не знаешь, что произойдет. Я очень рад, что Бог подарил мне эту победу нокаутом во втором раунде. А так, я хочу передать привет своему родному городу Желу. Я вернусь победой и победой нокаутом, а также всем пацанам со своего района. Эмоций много. Хочу сказать спасибо Артурчику, братуха, за то, что мы с тобой тренировались. И хочу огромное спасибо сказать клубу Александр Невский за то, что подвел меня к этому бою. А так, всем спасибо. Спасибо, двигаемся дальше. Всего доброго.